Ах квадрат плюс Вху плюс Цу квадрат плюс Ах квадрат плюс Вху плюс Гамма равняется 0. Замечательно. Мы исследуем множество точек, которые удовлетворяют этому уровню. Единственное, сразу давайте сделаем одно чуть-чуть упрощающее мнение значения. Я сейчас прошу двое, потому что когда вы там считаете скриминант, помните Вх квадрат минус 4 АС. Вот эта вот самая четверка, она, конечно, правильная, но вы сейчас увидите, что формулы станут чуть-чуть проще, если описать так. Ну, хорошо, формула. Давайте сразу подумаем, что такое решение квадратного уравнения, по большому счету. Откуда берется формула для решения квадратного уравнения? Из выделения полного квадрата. Значит, я сейчас... Ну, господа, вам уже объясняли, что если у нас коэффициент, скажем, при Х, равен нулю, то при Х квадрате коэффициент равен нулю, то на самом деле все... Смотрите, если у нас коэффициент при Х квадрате равен нулю, и коэффициент при Х квадрате тоже равен нулю, то на самом деле задача становится довольно простой. 2BXY плюс альфа X плюс бета Y плюс гамма равен нулю. И вы прекрасно понимаете, что отсюда действительно выносится Y. Y это что такое? Это 2BX плюс бета равняется минус альфа X минус гамма. А значит, вычисляется и проблеми какие-то. У нас получается здесь дробнолинейная функция, а график дробнолинейной функции это, ну как, или линейная, если вот это B равно нулю, или постоянная, если так все удачно сократится, или же ИП. Замечательно. Значит, случай, когда А и С равны нулю, абсолютно понятен. Поэтому на самом деле мы спокойно можем считать, что А не равно нулю, и в каком случае выделять полный квадрат? Отлично. Отлично. Это мы прекрасно умеем, и это, безусловно, входит в арсенал вот этой трюковой школы. А умножить на X квадрат плюс 2B разделить на АXY. Я пытаюсь написать вот это выражение. Но для того, чтобы действительно так было, надо сюда написать B квадрат разделить на А квадрат и B квадрат. Значит, мы пишем плюс С минус вот эта вот лишняя штучка, а именно минус B квадрат разделить на А, Y квадрат, ну а дальше пошло АВХ, Бета, Y и гамм. Посмотрите, что у нас произошло. У нас произошла, мы знаем, совершенно замечательная история. У нас выделился квадрат, а здесь выделился, ну и не другой квадрат, а именно получилось АС минус B квадрат разделить на А и умножить на Y квадрат. Ну и еще будет какая-то минусе. Вы, конечно, можете сказать, что непонятно, что делать с этой линейной частью, вообще непонятно, что это такое, но, господа, давайте немножко подумаем. Если мы с вами обозначим X плюс B разделить на А новой буквой, X плюс B разделить на А, Y это новая новая Z, то уравнение вдруг приобретает не очень-то хитрый вид. Здесь АЗ квадрат, здесь вот этот квадрат остался, АС минус B квадрат разделить на А на Y квадрат. Ну и вот мешается линейная часть. С другой стороны, давайте подумаем, что такое Альфа-X. Ведь X это Z минус B разделить на А на Y. Очень хорошо. Значит, мы вместо X сюда подставляем. Получается, Альфа-Z минус B альфа разделить на А на Y плюс бета-Y плюс гамма. А, господа, смотрите, а ведь вот эта штука и вот эта штука, это же фактически почти квадратичный многочлен. Мы здесь можем выделить полный квадрат. Это абсолютно не страшно. Я пишу А умножить на Z плюс альфа разделить на 2А в квадрате. Ну, конечно, надо будет на всякий случай написать минус альфа в квадрат разделить на 4А. Я понимаю. Но это постоянное число, ничего страшного. А дальше. Здесь у меня вообще-то тоже ничего страшного. Это тоже абсолютно конкретный квадратичный многочлен. Значит, так и будет написано. Плюс АС минус B квадрат разделить на А. Ну, вот, дальше у Y будет довольно страшненькая штука. А именно, вам придется написать коэффициент при Y вот такой, да? Его придется разделить. Ребята, можно я напишу здесь какую-нибудь новую букву в знак того, что, в общем, надо выделить полный квадрат, да? Вот. И здесь я то, что останется, число тоже напишу. Просто валение, потому что доска заканчивается. Дело в том, что мне совершенно ничего не важно. Это мне совершенно не важно. А важно мне то, что здесь есть коэффициент А, а здесь есть коэффициент АС минус B квадрат разделить на А. И именно, и они все определяют. Ну, и, разумеется, то число, которое там возникнет. Вот, давайте посмотрим. Окончательно, как записывается уравнение. А умножить на новое Z. Давайте я его обозначу Z1. Z1 это Z плюс А разделить на 2А. Дальше. Плюс АС минус B квадрат разделить на А. Умножить на Y1 в квадрате. Y1 это вот то самое Y плюс Дельта, да? И это должно равняться не к тому числу, но мы его обозначили Эпсилон плюс Альфа квадрат делить на 4А. Неважно. Я могу... Неважно. Неважно. Господа. Даже все зависит от знаков этих чисел. Если у нас, например, вот это число положительное, это число положительное, а это число отрицательное, значит, что и множество. Если у нас это число положительное, это число положительное, а это ноль, значит, одна точка. И мы даже знаем, какая. Если эти числа положительные и это положительное, то что? Эллипс. Совершенно верно. И заметьте, пожалуйста, мы более-менее понимаем, какой эллипс единственное в косых координатах. Вот здесь очень важно. Как вот такая вот штука, какое поражение дает на космос? Все понимают? У меня Y осталось, а каждая X перекосилась. Если кто-то пользовался графическими редакторами, на самом деле там даже операции специальные. Не понимаете? Что происходит с плоскостью при этом? Смотрите, Y везде остался. Это значит, что ординаты у точки вот она отдает даже. А к каждому X прибавляется. На нулевом уровне все осталось. А чем выше поднимаемся, тем нас сильнее перекашивает. Не поняли идея. Давайте посмотрим. Отображение, которое... Вот давайте, это совсем простое отображение. Точка с координатами XY переходит в X-YY. Можете вы понять, что это такое реабилитическое? Как понять, что происходит с плоскостью при таком отображении? Понятно. Отклоняется вправо. Смотрите. Верхняя часть вправо. 0,0 куда переходит? 0,0. На месте. Да. Вот эта точка с координатами 1,0. Совершенно верно. Тоже на месте. То есть, на самом деле, вся вот эта прямая, что? На месте. А точка с координатами 0,1 куда переходит? В 0,1. В 1,1. Эта точка переходит вот сюда. Ребята, смотрите. Вот у меня был... Представьте себе. У меня был вот такой вот квадратик. Его перекашивает вот в такой вот... Представили? Между прочим, то, что такие преобразования важно понимать, очень хорошо демонстрировал Владимир Ильич Чернольд. Был такой замечательный математик. Даже в курсах для студентов, там, по всяким высоким наукам, по дифференциальным уравнениям и так далее, он брал и делал простую вещь. Рисовал на одном чертеже пушку, а после этого здесь рисовал, соответственно, понятно, да? По деформированному пушку. Дело в том, что пока вы не поймете, как это действительно в таком типе преобразования устроено, конечно, у нас прогрессии не будет. Так, ну давайте, контрольный вопрос. Куда перейдет, скажем, высотой 3 прямоугольник? Шерек-райки, высотой 3. Куда он перейдет? Прямоугольник. Он перейдет вот сюда. Все понимаете? И вот так вот его снесет. Ну ладно, на самом деле, это не одно. А разговор о том, что все на самом деле зависит от знаков этих чисел. Между прочим, господа, вот это АС-Б квадрат, она в высшей степени важна. И это называется определитель, соответствующий магназ. Замечательно.